Компания Коралл представляет Дора Мацоне в роли Алисии, Генри Сотто в роли Фабиана, а также Дилия Вайкаран в роли Хуаниты, Мануэль Саласар в роли Виченцо, Умберто Гарсия в роли Хусто, Хони Фуэнтес в роли Лилианы, Рикардо Аламо в роли Мигеля Энрикки, Диссидерет Каро в роли Алехандры, Юл Беркл в роли Густаво. Йолетти Кабреро в роли Глэдис, Гладушка Акоста в роли Бонбон, Хулио Сесаркастро в роли Эль Топо. Композитор Ромуло Галлегас. Операторы Доминго Фуэнтес и Рафаэль Марин. Продюсер Хосе Герардо Гильен. Режиссер Отто Родригес. Доктор Рейс, нигде нет. Нужно найти. Никакого улучшения. Наоборот, ей хуже. Может, связаться с другим врачом? Нет, не думаю. К ней никто не приходил? Нет, никто. У бедняжки никого нет. Но кто-то ее привез? Да, таксист. Подобрал на улице. Но он ей никто. Очень жаль. Сейчас ей особенно помогло бы присутствие близких. Она действительно может умереть. Боюсь, что до утра не протянет. Наконец-то подходящий случай. Если она умрет, я смогу отдать ребенка бонбон. В конце концов, я сделаю доброе дело. Сеньор Игнасио, как вы? Где вы? Хуанита, я не могу сказать. Говори быстрее, чтобы не засекли, откуда звонок. Сеньор Игнасио, мы за вас так волнуемся. Нет, не волнуйся, все в порядке. Расскажи про Луизу Фернандо. Ты с ней говорила? Что она обо мне сказала? Видите ли, дело в том, что я ничего не знаю о Луизе Фернандо. А Динора знает? Спрашивает про Луизу Фернандо. Как она? Мы ничего не знаем. Простите, сеньор Игнасио, мы ничего не знаем о Луизе Фернандо. Еще хочу сказать, сеньор, Дом конфискован. Все пропало. Что же делать? Сколько всего связано для меня с этим домом? Здесь все ваше, сеньора и Леонора. Как-то неудобно мне занимать ваше место. Как быть? Пикуре нужна семья. Я знаю. Завтра поговорю с Доном Хуста. Утро вечера мудренее. Господи, помоги мне. Помоги поступить правильно. С'iąгул pays к себе. Базарь. С'ёмж tubа. Базарь. Спускай. Спускай. Где я? Что это? Сынок. Сынок. Мой мальчик. Боже, где мой мальчик? Сынок. Где мой мальчик? Что это? Нет, нет, нельзя вставать. Что вы? Мой мальчик, где он? Я хочу его видеть. Ложитесь, вам нельзя вставать. Нет. Скажите, где мой ребёнок? Успокойтесь, прошу вас, ложитесь. Ложитесь, а то никогда его не увидите. Что? Принесите его. Мне нужно его видеть. Что случилось? Где мой ребёнок? Привет, красавчик. Привет. Если хочешь, могу составить тебе компанию. В другой раз. Сегодня мне больше хочется побыть одному. Что ж, бывает. Удачи, красавчик. Неужели я вижу профессора Арис Мэнди? Мигель Энри Китаро. Он самый. Удивлён? Честно говоря, не ожидал. Но я здесь. Я шёл за тобой, видел тебя возле дома Луизы Фернанды. И хочу знать правду. Где Луиза Фернандо? Прошу, сеньорита, успокойтесь. Малыш. Сестра, дайте снотворное. Нет, не нужно. Принесите мне сына. Прошу вас. Успокойтесь. В чём дело? Надо позвать врача. Скорей. Нет. Эта пациентка не выживет. Ты не понял? Я дважды не повторяю. Нет, нет, я прекрасно слышал. Но, по-моему, тут какая-то ошибка. О том, где Луиза, нужно спросить у тебя. Перестань. Не пытайся уйти от ответа. Тебе ведь известно, где Луиза Фернандо? Мне нужна правда. Отвечай. Она с тобой? Верно? Вы снова вместе. Плохо дело. Ей хуже. Она обредила. Просила принести ей ребёнка. Не слушала меня. Вряд ли мы ей поможем. Мы дали есть снотворное. Теперь она проспит до завтра, не иначе. В том-то и дело. Сон может ей навредить. Почему? Слишком слаб тонус сердца. Она может впасть в кому. Что делать? Переведём её в реанимацию. Другого не остаётся. Если ты пришёл обвинять меня в отъезде Луизы Фернандо, то учти, Мигель Энрике. Я этого не позволю. Супермен, ты ведь смог когда-то выстрелить в женщину? Не в неё, в тебя. Неважно. Я был безоружен. Хватит. Я пришёл не для того, чтобы ты мне врал. Я говорю правду. Это ты мне нагло врёшь. Ты же сам уехал с Луизой Фернандой. Что? Что за чушь? Она уехала одна, с ней никого не было. Что ты говоришь, Мигель? Правду. Она уехала одна. Но она вернулась, и я ищу её. И я думаю, что она с тобой. Ты ошибаешься. Я не слышал о Луизе Фернандо всё это время. Ты говоришь так, чтобы меня запутать. Я говорю правду. Если не веришь, твои проблемы. Вообще-то, я не обязан тебе отвечать. Стой. Куда собрался? Я сказал, я не обязан тебе отвечать. Слушай то, что тебе говорят. КОНЕЦ КОНЕЦ Я без работы с тех пор, как уехал сеньор Игнасио. Я знаю, Эмилио. Можешь на меня положиться. Первым делом я дам тебе хорошую работу. Правда, временную. Работу? Где? Какую? Займёшься импортом. Знаю, это не для тебя. Но скоро я подыщу тебе кое-что другое. Сначала разберусь со своими планами. Можно узнать, с какими? Не сейчас. Вообще-то, я могу рассказать тебе кое-что, но не всё. А когда всё? Эмилио, наберись терпения. Вот что я собираюсь сделать. Я куплю дом Риера. Он станет моим. И ты снова будешь там работать. Но не на Риера, а на меня. Я хочу, чтобы ты начал с компании по импорту. Пока этот дом не станет моим. Это точно? Ты уверен, что Луиза Фернандо вернулась? Уверен, она приехала вчера. Где же моя девочка? Не знаю. Я искал везде. Безрезультатно. Мигель Энрике, понимаю, это звучит дико. Но может она... Рудольфо? Нет. Я говорил с Рудольфо. Он не знает, где она. Слава Богу. После всего, что произошло, ей лучше с ним никогда не встречаться. Куда же пропала Луиза Фернандо? Луиза Фернандо. Спасибо. Пусть этот вечер будет особым. Ты его не забудешь. Луиза Фернандо. Хватит мне тебя прикрывать. Нужно было сообщить о ребенке вчера. Сразу после родов. Не могла. Было много дел с пациентом. Ладно, так и быть. Но это в последний раз. Ясно? Кто его мать? Ее зовут Мария Долорес. Мальпика, Мальпика. Все обойдется. Останься со мной. Ты останешься? Привет. Как ты? Не спрашивай, сам видишь. Я хочу знать твой ответ, Фабиан. Ответь мне. Ответь. Тише, тише, тише. Сейчас. Не стоит об этом. Это из-за Диноры? Нет, не из-за Диноры. Она здесь ни при чем. Это неправда, Фабиан. Она тебе нравится. Нет. Нет, Гладис. Знаешь, я с ней говорила. Она тебя не любит. А я люблю тебя, Фабиан. Успокойся, прошу. Постарайся. Синьора, не надо так. Заткнись. Убирайся отсюда. Мне не нужна женщина в доме. Никто, кроме тебя, Фабиан. Вон. Вон. Тихо, 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 тихо. Ложись. Вот так. Молодец. Ложись. Ложись. Не хочу. Нужно отдохнуть. Не плачь. Прошу тебя. Фанита, как там Игнасио? Даже не сказал нам, где он. Лучше этого не знать. Так плохо, что он ничего не слышал о Луизе Фернанди. Да, бедняга. Он всегда нуждался в том, чтобы кто-то был рядом и заботился о нём. Это делала ты, Динора. Знаешь, я помню, как Луиза Фернандо ждала, что вы с Игнасио поженитесь. Она так этого хотела. Игнасио всегда был для меня большим ребёнком. Я говорила ему, что делать, исправляла его ошибки, прощала капризы, и при этом всегда знала обо всех его романах. Понятно, что тебе открылись его недостатки, когда ты встретила доктора Фабиана. Хуанита, Фабиан другой. Он много повидал в жизни. Ему многое пришлось испытать. Но он постоянно стремится вперёд. Не сдаётся под ударами судьбы. И в этом он похож на меня. Правда. А в Игнасио этого нет. Игнасио совсем не такой, Хуанита. Куда же пропала Луиза Фернандо? Если она вернулась, почему не звонит друзьям? Хуаните. Динори. Хусто. Может, она не поняла, в чём дело? Узнала, что мы потеряли всё на свете. И ей плохо. Боже мой. Какой стыд узнать, что родной дом больше не твой. Какой позор. Но с ней всё хорошо. Всё хорошо. Мой мальчик. Успокойтесь. Ладно? Не надо нервничать. Как мой мальчик? Хорошо. Принесите его. Это невозможно. Вы в реанимации? Мальчик. Что? Я умираю? Не говорите глупостей. Малыш. Он там. Один. Нет. Сыночек. Сыночек. Доктор прав. Она очень плоха. Она умирает. Так. Я всё приготовила. Можно идти. Куда ты собралась так рано? В больницу, конечно. Мама, зачем так часто беспокоить Дона Хусто? Ему нужен покой. Значит, ты считаешь, что я досаждаю Хусто? Нет. Я этого не говорил. Просто я считаю, что сеньор ещё не совсем окреп. Верно. Я иду в больницу, чтобы за ним ухаживать. Мама, за ним есть кому ухаживать. Ну, да. Понятно. Интересно, кто тебе докладывает обо всех делах? Неважно. Сейчас не это главное. Виченцо. Конечно. Мой братец столько и умеет, что меня поносить. Ну, что ты. Просто твоё поведение нас удивляет. Моё поведение удивляет. Посмотрим, как вы запоёте потом, когда у меня будет роскошный дом и куча денег. Мама, мне неприятно слышать то, что ты говоришь. А мне больно видеть, как ты работаешь с утра до ночи за гроши. А я должна жить здесь без всякой надежды на лучшее. Живи и будь всем довольна. Да? Доброе утро. Как дела? Я хотела принести пирожков, но она сказала, вас тут кормят. Да, верно. Хотя мне нужно кое-что другое. Что? Свежая газета. Сможешь её принести? Конечно. Сейчас. Теперь можно поговорить? Да, наверное. Я хочу извиниться. Знаю, ты вчера была потрясена. Мне не стоило быть таким настойчивым. Не переживайте, Дон Хуста. Просто я этого не ждала. Я так волновалась, что не смогла ответить. Понимаю. Надеюсь, ты всё обдумала. Ты что-нибудь решила? Сначала я хотела бы с вами поговорить, Дон Хуста. Ладно. Если хочешь что-то сказать, говори. Я благодарна вам за всё, что вы сделали. Я всегда считала вас вторым отцом. Не стоит, Мириам. Я и дальше буду тебе помогать. Я знаю, но за мужество... Мне кажется, что вы делаете это из... Из любви. Это так. Поверь, Мириам. Хочу быть откровенной. Вы знаете, что я любила. Та любовь была безответной. И принесла мне много слёз. Мигель Энрике. Ты ещё любишь его? Нет, нет, больше нет. Он ведь никогда меня не любил. Но из-за этого я никогда больше не полюблю. Никогда и никого. Я знаю, вы никого туда не пускаете, но мне нужна некоторая информация. Это не моё дело. Я просто охраняю этот дом по распоряжению суда. Наверняка вы что-нибудь знаете. Какие-то подробности должны быть вам известны, верно? Немного, но кое-что я, конечно, знаю. Мне бы хотелось выяснить, когда этот дом выставят на аукцион. Я собираюсь его купить. Правда? Такой дом стоит немало. Деньги для меня не проблема. Если вещи мне нравятся. Я не смотрю на цену. И я умею быть благодарной за помощь. В таком случае буду держать вас в курсе. Да? Я вам буду очень благодарна. Этот дом для меня очень важен. Будем держать связь друг с другом. Можете на меня рассчитывать. Я вам всё сообщу. Если хотите, можете пройтись по дому. Проблем не будет. Нет, в этом нет нужды. Большое спасибо. Хорошо, вы знаете, где выход. Простите. Конечно. Это большие деньги, сеньора. Не представляю, где вы столько возьмёте. Ничего, Эмилио. Для того я и занимаюсь импортом. Я не прошу любить меня, Мириам. Это невозможно. Вы не понимаете, Дон Хуста. Я знаю, что со мной этого больше не будет. Я сделалась чёрствой, чтобы больше никогда не испытать любви. Я не хочу никого любить. Вообще никого. Ты добрая девушка, Мириам. Этого не отнял и Мигелин Рикки. Ты лишаешь себя большого счастья. Нет, всё не так. Просто это невозможно. Нет того, о чём я мечтала. Прекрасных чувств. Счастья с любимым. Всё это сказки. И я в них не верю. Это есть, Мириам. Хотя и не всегда. Я предлагаю тебе возможность иного счастья. Уверенности, покоя. А взамен не прошу ничего. Дон Хуста, вы уже дали мне покой и уверенность. Зачем жениться? Я хочу того же для Пикуры. Мечтаю дать вам то, что вы заслужили. Я не жду любви. Хочу увидеть и тебя, и Пикуры счастливыми. Рудольфо, я понимаю, я тебя раздражала и причиняла неудобства. Просто я хочу быть счастлива рядом с тобой и согласна быть тебе лишь другом. Пока. Я оценю это. И не хочу, чтобы ты страдала. Ты меня очень любишь. Думаешь обо мне. Но помни, чувства должны быть взаимными. Знаю, Рудольфо. Я не стану тебе надоедать. Но ты будешь знать о моей любви, ее не скрыть. Надеюсь, что ты все же вернешься ко мне. Ну вот. Это все. Хочу спросить. Только скажи правду, Алисия. Да, да. Все, что хочешь, Рудольфо. Спрашивай. Зачем ты солгала, что Луиза Фернандо уехала с Мигеля Монрике? Я солгала Луизе Фернандо и Мигеле Энрике? Да, совершенно верно. Рудольфо, с чего ты взял? Я тебе не лгала. Откуда у тебя эти сведения? Сначала, Рудольфо, я хочу знать, кто так сказал, потому что это ложь. Я уверен, что ты мне солгала. Луиза Фернандо уехала одна, без Мигеля Энрике. Рудольфо, ты прости. Но, насколько я знаю, они вместе покинули страну. Если это не так, все равно Луиза Фернандо ждет от него ребенка. Если первое неправда, вероятно, второе тоже. Нет. О беременности сообщила мне сама Луиза Фернандо. Что ты сказала? Что слышал? Что слышал, Рудольфо? Кстати, к твоему сведению, раз уж ты мне не веришь, Луиза Фернандо писала твоей маме о том, что беременна и ждет ребенка от Мигеля Энрике. Так что я ничего не придумала. Это ее слова. Я в это не верю. Жаль, Рудольфо. Понимаю твои сомнения, они объяснимы, но вспомни, ты всегда вел себя так и всегда страдал, узнав правду. Ты знаешь, на что способна Луиза Фернандо. Она оскорбила тебя, унизила. Не повторяй своих ошибок, Рудольфо. Не позволяй ей вертеть тобой. Будь с ней осторожен. Да, привезли почту? Нет, нет, сеньор. Я таксист. И что? Беременная женщина оставила свой бумажник в моей машине, а в нем ваша визитка. Ну-ка. Бумажник Луиза Фернандо. Я заметил его, когда она уже вышла. А потом не мог ее найти. Вообще, я испугался, клянусь. Она вот-вот должна была родить. Куда вы ее отвезли? Вы помните? Это было на перекрестке. Подождите секунду. Нужно сообщить в полицию. Скажите, какой адрес? Уголовиню Зокайма. Возьми стул. Поставь сюда. Вы встанете с постели? Нет. Просто садись рядом. Я хочу поговорить с тобой. Прямо сейчас? Прямо сейчас. В чем дело? Что случилось? Ничего не случилось. Для тебя есть сюрприз. Всем доброе утро. Зачем цветы? Вы ошиблись. Здесь не похороны. Это для дорогого сеньора Хусто. Ему гораздо лучше, правда? Мужчины тоже любят цветы Миря. Особенно, когда они больны и нуждаются во внимании. Не уходите. Прошу. Останьтесь. Вам плохо? Плохо. Нужно успокоиться, иначе придется сделать укол. Нет. Нет, не надо. Пожалуйста. Умоляю. Я знаю, что умираю. Не надо, прошу вас. А мой малыш... Здоров? Не думайте об этом. Прошу. Дайте его увидеть. Он там один. Позвонить вашим родным? Я пыталась. Я совсем не хочу, чтобы малыш был один. Ему помогут. Он пропадет один. Найдите хорошую семью. Дом. Пусть его там будут любить. любить. Найдите, прошу. Обещайте помочь. Не думайте об этом. Вам станет хуже. Мне страшно, что я умру, и мой мальчик будет один. Успокойтесь, или придется снова дать снотворное. Нет. Нет. Прошу, помогите. Я хочу умереть спокойно. Я позабочусь о вашем сыне. Спасибо. Спасибо. Лишь бы с ним ничего не случилось. Говорила, лежи тихо. Придется звать врача. Оставьте нас с Лилианой. Прошу. Дон Хуста, а как же сюрприз? Сначала я поговорю с Лилианой. Ничего, Пикура. Мы скоро сюда вернемся. Пошли. Хуста, я твоя. Проси, что хочешь, я отвечу «Да». Согласна. Эта синьора запудрит ему мозги. Пикура, все будет в порядке? Да уж, мне такая мачеха не нужна. Послушай, этого не будет. Понял? Откуда ты знаешь? Я ни за что не дам Лилиане усыновить тебя. Клянусь. Что загрустил, Хуста? Тебе плохо позвать врача? Мне от тебя ничего не нужно, Лилиана. Все равно. Я позову врача. Он тут же придет не упрямься. Я тебе не верю. Ты меня обманула. притворялась заботливой. А на самом деле ты совершенно другая. Хуста, зачем ты так? Я не знаю, о чем ты говоришь. Не знаешь? Нет. Ты привела священника, пользуясь тем, что я в коме. Да? Я думала, ты этого хотел? Пользуясь моей болезнью, ты привела его, чтобы он обвенчал нас без моего согласия. Но ведь ты очень хотел, чтобы кто-нибудь позаботился о Пикуре. Я об этом не просил. Я думал, Пикуре потерялся. Ты воспользовалась моей болезнью, как законченная эгоистка, обманула двух самых дорогих мне людей. Нет. Это не так, Хуста. Ты не прав. У меня не было дурных намерений. Что ты? Я не хотела никого обидеть, Хуста. Клянусь. Не знаю, что делать у Аниты. Я всюду искал. Господи, почему она не позвонила? Почему не сказала, что беременна? Бедняжка держала это в тайне столько долгих месяцев. Боже. Странно. Таксист отвез меня туда, где ее высадил, к дому Алисии. Там никого. Еще я говорил с Родольфа, но он не знает, что она вернулась. А если ей пора рожать? Если схватки начались, прямо на улице? Нет, Матерь Божья. Хуанита, я сообщил в полицию, но они не стали спешить, когда узнали, что это дочь Игнасио. Бедная девочка. Ни документов, ни денег, ничего. Ладно. Обойду все больницы, которые находятся рядом с домом Алисии. Я с тобой. Нет, нет, не надо. Останьтесь здесь. Вдруг она позвонит. Верно, сынок, ты прав. Как это ужасно, Господи. Только бы с ней ничего не случилось. Господи, только бы ничего не случилось. Я сделал все, что мог, но ей все хуже и хуже. Вижу, но пока есть надежда, надо бороться. Что делать? Удвойте дозу. Тогда, возможно, кома и смерть. Если ничего не делать, тогда она точно умрет. Верно. Я сейчас вернусь. Бедняжка. Почему к ней никто не пришел? Ты уверена, что все пройдет гладко? Если сделаешь все, как я скажу, проблем не будет. Я даже не знаю. Это ведь дело серьезное. В чем дело, Бонбон? Ты вдруг передумала? В последний момент? Нет. Просто я думаю, что со мной может быть? Ты выйдешь со своим сыном, записанным на Марию Долорес Мальпика Мальпика. То есть на тебя. Женщина уйдет со своим ребенком. Вот и все, Бонбон. Чего проще? Мальпика Мальпика. Субтитры сделал DimaTorzok. Синьорита, я ищу женщину, которая вот-вот должна была родить. Добрый день, сеньор. Нет времени на вежливость. Помогите мне. Во-первых, сеньор, здесь не кричат. Ясно? Извините. Поймите, это очень срочно. Ладно. Имя и фамилия. Луиза Фернандо Риера. Луиза Фернандо. Нет, сеньор. У нас нет такой пациентки. Не может быть. Возможно, она была без сознания. Может, она здесь, но записана под другим именем. Возможно, сеньор, но как я ее найду? Вспомните, прошу вас. Она совсем молодая, стройная, красивая. Я дам вам фото. Давайте. Вот, возьмите. Посмотрите. Может быть, вы ее видели? Это она. Та, что лежит в реанимации. Фильм, переведенный, озвучен компанией Intercommunications. 1999 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok